На ноги, солдат! Мы воюем уже 25 лет, и Install Base Pool Station никогда еще не был так низок! Microsoft контролирует все ключевые точки! Ты знаешь, мы должны это сделать! Ну, но последствия... Wii U! Wii U! На долбанной Wii U играет больше людей! Это наш последний шанс, солдат! 2015 год! И теперь на сцене все Хейнсида! Так, господи, что же они нансируют? Ну уж точно не Ласт Гарден, да, чувак? Погоди! Это Ласт Гарден! Что же должно было произойти? Вот это поворот! What's up, bitches! В эфире восьмой выпуск подкаста «Не занесли»! На 50% бородатый, на 100% не выспавшийся после E3! И у микрофона, как всегда, я, бывший редактор канала, потому что после этой долбанной трансляции неанонсированных корабликов от Ubisoft я на канала больше не работал, Максим Иванов и... главный новостник этого подкаста Паша Пиваров! Че как, Паша? Microsoft анонсировали обратное совместимое с твоей мамой! No way! И в этот раз мы не стали пытаться объять необъятное и решили просто рассказать вам об играх, до которых нам есть дело. То есть, все, что вы услышите, это наши впечатления о проектах, которые реально нас задели. И начнем мы с Metal Gear Solid 5, о которой я хочу сказать примерно ничего, потому что я слишком жду эту игру. Хидео Кадзим, конечно, не приехал на E3, и, вероятно, это тоже было какое-то заявление, потому что он, видимо, слишком сильно обиделся на конами, чтобы приезжать туда самолично. Слушай, а может быть, все было наоборот? Он такой, ребят, я хочу на E3. И такие, нет, это слишком дорого. И он такой, все, я ухожу. Я думаю, причина в другом. Ты вообще видел Metal Gear Solid 5? Ну, честно говоря, я был очень наслышан об этой игре и хотел в нее поиграть, но меня смутило их видео с прошлой презентацией PlayStation, потому что когда он прячется в этих коробках, разворачивается в коробке голую бабу, и русский советский солдат смотрит на это и такой, ух ты, голая баба, даже не понимая, что это просто картинка на коробке, мне это показалось ужасно странным. Мне очень сильно выносит мозг, что он отправляет на каких-то парашютах, какие-то тела куда-то, каких-то обед на базу. И, честно говоря, я не уверен, что я смог вынести этот уровень безумия. Но ведь МГС-5 это единственная игра, в которой лошадь А срет, Б, на говне этой лошади может подскользнуться джип, который едет по дороге, и ты можешь отправить его таким образом в кювет. Это огромные стратегические возможности. Сранья. Снэйк думает головой. А если Снэйк подскользнет на дорогу, джип поскользнется? Просто представь, как у них проходили совещания. Мертвая тишина. Никто не может накинуть идеи. Сверчки. И тут Кодзима такой. Ну, ребята, может лошадь выстрелить? Блин, чувак, ты же понимаешь, он хочет, чтобы лошадь срала в игре и джип мог на ней поскользнуться, да он безумный. Не-не-не, это Кодзима. Он знает, что делает. В итоге, под конец разработки, они очнулись, а таки, черт подери, мы выпускаем игру со срущими лошадьми. Они, прикинь, такие старались, короче, записывали Моу Кэпс ранее, скармливали 3D-датчики лошади, чтобы записать, как вот лепешечка падает в воздухе, вот это все притречить, наложить текстуры. Да-да-да-да-да, они сфотографировали текстуры, вот эти там образцы разложенные на столе лаборатория. Значит, Кодзима смотрит такой, и головой качает, типа, другая лошадь, нам нужно посветлее. Мизинчик ткнул такой, надеснул такой, такой, нет, нет, нет. Пасгеново как-то. Да-да-да-да-да-да. От говна к МГС-5 я специально посмотрел 6-минутный трейлер с великолепной музыкой, который рассказал много нового о сюжете МГС и понял для себя, что больше я ничего не хочу знать о новой МГС. И вот почему. Там выложили еще какое-то огромное 40-минутное димплейное видео. Нет, ребята. Пятый МГС, возможно, станет точкой в сериале. По крайней мере, в период правления Кодзимы. Я думаю, что после разрыва с конами он больше к этому сериалу не притронется, и Phantom Pain может просто-напросто оказаться лебединой песнью. И я хочу сохранить для себя ореол таинственности, какой-то загадки, окружающей МГС-5. И больше я не буду читать ни превью, ни новости, связанные с МГС-5, ни смотреть какие-то геймплейные ролики. Я буду держать себя в руках. Поэтому, друзья, вы знаете, что делать. I love St. Jimmy в Твиттере. Взорвите его меншн подробностями, обзорами, скриншотами. Я в вас верю. Знаешь что? Лошадиное говно-то, а не человек. Началась выставка с презентации Bethesda, где показали очень много всего интересного, и, конечно же, геймплей Fallout 4, который мы обсуждали, ждали и, наконец, дождались. Самое главное, что меня волновало, это то, что собака не умрет. Тодд Говард это подтвердил. Все, все в порядке. Она будет с вами все время. Она будет вам очень-очень помогать. Она будет находить какие-то предметы. Я думаю, она будет кого-то убивать обязательно. То есть, погоди. Ты хочешь сказать, что коробки и лошадиное говно в МГС тебя смущают, а неубиваемая собака тебе норм. Как так, Паша? Ну? Что ну? Что за двойные стандарты? Разве? Это потому, что МГС сделали японцы, Паша? Fallout 4? Нет, если ты говоришь о том, что, окей, МГС 5 это что-то, что ты не можешь понять. Fallout 4 это что? Это е***я про каких-то... Вот таких вот орков, которые блуждают по долбанной пустыне. Про собаку, которую нельзя взорвать, про детей, которых нельзя взорвать, Паша, начиная с третьего Fallout'а. М? Максим просто... Чувак в синем костюме, латексном, одетый как пи***р, понимаешь? Ходит по пустыне с собакой. Игры. Что это? Книга Илая? Пи***ра Илая. Игры созданы для того, чтобы ты мог испытать то, что ты не можешь испытать в реальной жизни. Ходить по пустошам? Носить гей-костюм? В реальной жизни ты можешь убить собаку, детей и посрать на лошади. В игре этого всего нельзя. Как часто ты это делал? Как часто ты срал на лошадей? На лошади? Каждый день. Эй, вперед, Платва. Прощай, Платва. От тебя дурно пахнет. Но самое-самое-самое удивительное оказалась коллекционка Fallout, где будет специальный чехол, выполненный в виде пикбоя, который вы одеваете на руку, туда вставляете свой смартфон, запускаете приложение Компаньон для Fallout, которые я на самом деле обожаю эти приложения Компаньоны, и вы можете играть и на своей руке видеть какую-то дополнительную информацию по игре. И на мой взгляд, это одна из самых полезных для игры коллекционок вообще ever. И снова ты, Паша, не прав. Потому что самой полезной коллекционкой на свете была коллекционка Anbios 2 с арктическим воздухом. Но есть плохая новость для ПК-игроков. Мне кажется, это будет очень неудобным, если вы играете на своей любимой засальной клавиатуре. Потому что такая бандурина, скорее всего, будет мешаться. А для любителей геймпада это будет идеальным дополнением для игры. То есть перенести часть экспириенса практически на свою руку. Наверное, чуть ли не главным украшением презентации Bethesda стал Doom 4, которого все мы так долго ждали. Хотя я знаю, что ты, Паша, его абсолютно не ждал. Я... Слушай, ну не то чтобы не ждал. Я понимаю, что это игра легендарная. Но то, что я увидел, меня немного расстроило. Потому что это ужасно скучно. Он, ну, убивает там пять врагов, тут пять врагов. Они ведут себя одинаково. Это... Меня это напоминает рейдж примерно. Вот по накалу, по интересности, по захватываемости. Конечно, у меня есть моя личная особенность. Так как у меня удалена одна половина мозга, я не люблю старые игры. Вот, у меня сейчас примерно это напишут в комментариях. Я не люблю старые игры. Я не люблю эти олдскульные шутеры. Мне это еще напомнило Wolfenstein The New Order, в котором было откровенно скучно играть. Я прошел его, потому что там была куча красивых сцен, взрывающиеся мосты, луна и прочее. Но геймплей меня там утомлял. Я просто такой, пожалуйста, когда же закончится вся эта стрельба и начнется уже кат-сцену, наконец, ради которой я в это играю. И когда я смотрел это видео, думаю, я думал, боже, ну, пожалуйста, куда жать, чтобы было весело, когда это все станет интересным. То, что вы сейчас услышали от Паши, это великолепный пример того, кого сегодня воспитала индустрия. То есть игра, в которой нужно играть, в которой чуть меньше уделено внимания сюжету, для тебя уже не игра. Просто я стрелял тысячу раз. Ты увидел что-то скучное, Паша. Я стрелял тысячу раз. Я стрелял в этой игре, в той. Враги взрывались, умирали, текла кровь. Это уже сотый, тысячный раз. А теперь ты все это переводишь на уровень того, что стрелять нужно во всех шутерах. На самом деле любой шутер, который тебе нравится, в котором не нужно стрелять. Просто, послушайте, я хочу получить какое-то экспиренские ощущения, какие-то впечатления, увидеть что-то необычное. Ты не получишь каких-то впечатлений от безумной мясорубки с монстрами. Это было тысячу раз. Я играл в третий дум. Где-то на таком бюро не был. Ты убивал монстров, там была кровище. Где, где, где? Что тебе еще надо? Я играл в третий дум. Ты убиваешь монстров, течет кровище. Ты идешь дальше, убиваешь еще монстров, и еще течет кровище. Это было уже тысячу раз. Короче, то, что я увидел в думе, это, во-первых, запредельный уровень жестокости. Они-то, Саркетян, можно... Ну, запредельный уровень жестокости есть и в Mortal Kombat. Ну, слушай, там он подом по-другому. На фоне... На фоне... На фоне нового дума. Запредельный уровень жестокости есть в пустоле. Зачем тебе новый дум? На фоне нового дума Хейтерд выглядит детской баловней. Да, Хейтерд, да. Детский... Апостол. Какой апостол, Павел? Апостол Павел? Петр и Павел. Да, так и понял. Только за 10 минут геймплейного видео. Конечно, возможно, это подстава, замануха, но только за 10 минут геймплейного видео, которое нам показали, главный герой подобрал 4 вида оружия. Обалдеть. Дума запила, которую он дико пилил. А ведь 4, это не 1, не 2, не 3, даже не 5. Это 4. Даже ты умеешь считать до 4. Дум 4, значит, перед этим было 3 дума. 4 вида оружия. Хорошо, продолжай. Это уже неплохо. Да, да, да. Вот ради этого я куплю, да, обязательно. 60 долларов за 4 вида оружия. Ты дико рубишь врагов, наслаждаясь каждым отрубленным куском его руки. Тебе просто не дают просохнуть постоянно. Ты не успеваешь переключиться на что-то мирное. Ты находишься в постоянном движении. Ты идешь, несешься по коридору, с шотгана расстреливаешь одного врага, второго врага. Тебе в лицо хлещет кровище. Ты купаешься в этой кровище, потому что ты прибыл в ад. Надирать и оторвать рога чертовым монстром. И это, черт подери, круто. Дума не должен дарить тебе ничего нового, потому что это классическая игра. Фанаты Дума ждали именно этого. Да не только фанаты Дума. Ты говоришь, что окей, это еще одна игра. Это коридорный шутер. Теперь это не еще один коридорный шутер. Это просто коридорный шутер. Потому что в последнее время мы получаем что? Игры в открытом мире. И каждому коридорному шутеру ты начинаешь радоваться. Может быть в Думе не будет какого-то невероятного сюжета. Я не буду развлекать каждые 10 минут, 5 минут. Ты жаловался на то, что роликов нет. Господи, там есть геймплей. Этого достаточно. Дум, корневая механика Дума в этом. То есть можно, конечно, ругать игру за то, что в ней недостаток кинематографичности. Но если она не пытается быть какой-то супер кинематографичной игрой. Если она просто хочет тебя развлекать своей механикой. То, что я увидел, мне в принципе понравилось. Возможно, это не будет развлекать тебя достаточно долго. Возможно, выйдет еще один рейдж. Но я хочу верить во что-то светлое. Хочу верить, что Дум 4 окажется классным. Я хочу верить в то, что Дум окупится и они сумеют сделать еще больше Дума. Таких игр, как Дум, больше нет. Потому что мы, получается, играем либо в Call of Duty. Вот тебе, пожалуйста, коридорный шутер. В нем тебе интересно стрелять? Нет, потому что там катсцены обалденные. Нет там обалденных, как катсцены уже давным-давно. Со времен, наверное, первый Блэкопс. Когда падает Эйфелева башня на тебя. Эйфелева башня падает. Но это неописуемые впечатления. Смотри. Какие неописуемые впечатления? Это катсцены, на которые ты даже никак не влияешь. Падает башня на тебя. Бензопила в твоих руках, которую распиливаешь. Чёртова демона пополам! Долгожданный мной Dishonored 2. На самом деле, вторая часть замечательнейшей игры, которую я очень сильно полюбил. Дум не прощу, Паша. Даже не пробуй. Долбанный линейный шутер. Твой Dishonored. Понял? В Dishonored ты можешь проходить миссии кучей разных способов. А бензопила там есть? Бензопилы там нет. Всё, ребята. Вы знаете, куда заносить ваши деньги? Там есть телепортация. Там есть замедление времени. И эти фишки очень сильно облегчили мне игру. Я не очень люблю стелсы. Потому что это бывает очень нуно. Это бывает скучно. Ты сидишь, выжидаешь... Дум лучше стелс. Прятаться не нужно. Ты сидишь, выжидаешь 25 минут, пока запомнишь перемещение всех охранников. А тут ты мог в случае ошибки просто телепортироваться, перенестись. И вот это ощущение опасности всё время, преследующей тебя. И вот этот вот драйв, когда такой, сейчас я проскочу, очень хорошо работало. Он играет намного проще всех других стелсов. Но в то же время он труден. Потому что там надо очень много планировать. Очень много и каких-то запасных ходов. Очень много вариативности. То есть там можно даже не убивать ни одну главную цель. Или убивать это не напрямую. И это весело. Да, это очень весело. Потому что ты чувствуешь, как ты что-то спланировал. Ты построил не так, чтобы твой противник просто умер. А ты взял и разрушил его репутацию. Его ненавидят весь город. Его уволили с работы. Его бросила жена. У него запил ребенок. Потому что он мудак. Но бензопилы. Бензопилы нет, да? И о том, что он мудак, рассказал ты. Но бензопилы в игре нет. Бензопила была... О чём мы спорим? Бензопила у тебя в жопе, Максим. Но Дум круче. Ты это чувствуешь. Вот. И это коррекционка Дума. С пилой в жопе. Очень-очень радовала вот эта вариативность. Очень радовала действительно более-менее простой подход к стелсу. И там можно было никого не убивать. И если ты там убиваешь всех, как в этом твоём Думе, ты получаешь плохую концовку. И ты урод. И уже от тебя уходит жена, потому что ты урод. У тебя запивает ребенок. У тебя погоняются работы. Потому что у тебя плохая концовка в Дизонор. Я на самом деле очень сильно жду. Первый Дум старше вас. А ты ждёшь Дизонор? Конечно. Ну и хорошо. Первая часть очень понравилась. Star Wars Battlefront. Вот эту тему я жду. В Battlefront я, честно говоря, немного сомневался до его выхода, потому что мне не очень нравилось, как стреляют оружие. Я вообще не очень представлял, как всё это будет выглядеть на поле битвы. Потому что нам показывали исключительно кооперативные миссии. И они выглядели, как, знаешь, ну, довольно скучные миссии из... Из Дум-4. Из сюжетной кампании Battlefront 4. Из Дизонорда. А тут нам, наконец-то, позволили взглянуть на то, как будут выглядеть битвы в мультиплеере. Самая-самая-самая лучшая часть игр DICE обычно. Да, так и есть. И в этой игре они решили сосредоточиться именно на ней. Сюжетной кампании, напомню, не будет. И это круто. Battlefront, ну, ура, передаёт атмосферу битвы Звёздных Войн. То есть, постоянно файтеры какие-то митишат. Бегают AT-AT, ATS-T. Пойди, водки найди. И остальная техника. Где-то здесь бегают сноутрупперы. Тут же на тебя идут имперские войска. Появляется Дарт Вейдер. Ему навстречу уходит Люк Скайуокер. Которым можно управлять, кажется. Да, да. И которые начинают бороться прямо на этом поле битвы. И ты пролетаешь на файтере сквозь ноги AT-AT. Буквально уклоняясь в последний момент. И если в реальной жизни это будет так же весело, как в показанном ролике, то берите не только мои 60 баксов. Берите заодно ещё и деньги на премиум. А я знаю, что премиум будет. Ну, потому что это Бэдлафилд в оболочке Star Wars. Да и чёрт быть с ним. Я отдам с удовольствием деньги и не пожалею. И с удовольствием поиграю. У меня нет столько ярких впечатлений. Но, должен сказать, что, скорее всего, это первый Бэдлафилд, который я куплю с момента третьего. Electronic Arts показала, наконец-то, по-нормальному. Ну, как по-нормальному. Я не могу сказать, что нам показали игру. Нам показали что-то более-менее внятное. По Mass Effect 4. С фанатом бросили кость. Да-да-да-да-да. Вот что-то именно такое. Хотя, знаете, я поймал себя на мысли, уже потом пересматривая эти видео, что есть такое очень тревожное ожидание. Знаете, очень смешанные чувства после очень сомнительной третьей части, особенно после очень-очень сомнительного Dragon Age Inquisition от BioWare, увидеть Mass Effect 4 как-то грустно, что ли. Немного печально. Знаете, это, наверное, как когда твоего лучшего друга взяли в заложники в ИГИЛ и присылали тебе видео с ним. Потому что, боже мой, что они сделают с Mass Effect? Что они с ним сделают? Пожалуйста, не делайте ему больно. Только не Open World. Только не Open World. Я пришлю вам денег, сколько скажешь. Только, пожалуйста, оставьте его в покое. Оставьте. Пожалуйста, прекратите присылать мне по почте его мизинцы с DLC. Его ужасный скриншот. Андромеда. Если вы нас слышите, пожалуйста, пожалуйста. Мы очень скучаем по Mass Effect. Не делайте ему плохо. А если серьезно, BioWare, только попробуйте обосраться. Найдем. И к**бем. И переходим к главной теме этого выпуска. Главному анонсу от Electronic Arts. Да-да-да, который всех нас заставил трястить. За его судьбу, в отличие от судьбы Mass Effect 4, мы не волнуемся. Миньоны, блядь. Миньоны, блядь. Миньоны, блядь. Блядь. Миньоны. Миньоны, блядь. Ты смотришь Mass Effect, Mirosuch. Миньоны, блядь. Вы, вы, вы серьезно? Слушай, вы, вы серьезно? Какие миньоны? Mass Effect. Шепард умер ради миньонов. Что происходит? Как? Зачем? Гадкий ты. Гадкий Шепард. Гадкий все. Вся планета гадкая. Гадкий Electronic Arts. Показал миньоны. Миньоны. Зачем? Слушай, у меня есть идея для тебя. Представь, что это вуки. Хуй, блядь. Это миньоны. Какого черта вообще? Это Е3. 10 из 10. Игра года. Это Е3. 10 миньонов из 10. Господи. Но я куплю, конечно. Теперь интересно. С премиумом. Что тут еще сказать? Mirrors Age 2. Я думал, скажешь миньоны. Миниор's Age 2. Холодок по коже идет. Потрясающая игра, которую я очень жду. Удивительно красивая была первая часть. Ты же не про миньонов, да? Про мир из Age. Да. Я про мир из Age 2. Да, да, да. Хорошо. Good to know. Очень, очень нравился процесс выращивания меня. Прыгания через стены, через заборы, перебегания. Так, так, так. Вторая часть, ну, я не знаю. Больше, лучше, выше, сильнее. Что вам еще надо? Что вам еще надо? И без стрельбы. Да. Из игры убрали стрельбу. Я не знаю. Мне насрать. Это была не самая интересная часть игры. И я о ней совершенно не жалею. Я надеюсь, что, может быть, будет... Что можно улучшить в Mirrors Age? Внешний вид, как фейд. Я не понимаю, почему она стала страшной? То есть она была очень... Она стала более европейской. Тебя тянет на... Ты знаешь, наоборот, наоборот, я не люблю азиаток. То есть я вообще не понимаю, почему люди в интернете так активно дрочат на японок, кореек, вьетнамок, якуток. Я не знаю. Потому что они пищат. Это очень... Я не знаю. Ты путаешь их с тюленями. Так или иначе, но фейк... Я иногда фапаю на тюлени, да. Боевые нерпы. Так вот. Бесплатно, без смс. Фейд в первой части была очень миловидной азиаточкой. Тут она стала страшной, но вроде бы все той же фейд. И я не знаю. Мне кажется, это было странно. Но меня позабавило то, что главный злодей Mirrors Age 2 похож на одного из боссов Electronic Arts. И сдается мне не страшно. Я это заметил. Возможно, студия пытается послать нам какой-то знак, какой-то сигнал. Отмените миньонов. Нас заставляет это делать наши родные в заложниках. В первой части, ну посмотри, Максим. Ребят, просто откройте, сравните. Она похожа на инопланетянина. Получается, что Mirrors Age 2 напоминает встречу одноклассников. Когда ты приходишь, смотришь, так, ну что, кто пострашнел? Кто разжирел? Кто тут на нас разжирел? А-а-а, Женька, Женька из Акласса разжирел. Толстый хер. Я разжирел только там. Подкаст не занесли. NFS 2015. Все. Все, что мы знаем об этой игре. Ну, ох, да, хорошо. Еще там будут машины, улицы, дорога. И отличная музыка. Нет, конечно, знаем мы об этой игре немного больше. Например, то, что в ней будут не компьютерные, а заранее снятые киноставки. Что, опять же, осылает насык Most Wanted'у. Очень странная камера, которая почему-то уходит вбок, но смотрится это чертовски красиво. Кто-то говорит, что это будет только на заносах, кто-то говорит... Да, 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 вот как бы многие объясняют это именно тем. Ну, потому что физика в NFS во время гонок, дрифта, она всегда была чуточку изменена по сравнению с остальной игрой. То есть машина всегда заносила чуть больше, чем нужно. Я думаю, что этим все и объясняется. Но, друзья, напоминаю вам, что подкаст не занесли против заносов. И мы будем категорически внимательно и аккуратно поворачивать на всех гонках в NFS. Вроде как вернулся какой-то хороший тюнинг. Я уже, по-моему, говорил на трансляции, что мне этого ужасно не хватало. Не просто ради фана, а потому что, когда ты несколько часов прорабатывал свою машину, все эти деколи, все эти бамперы, спойлеры, ты с ней как бы сближался. Ты ее приодевал, ты к ней подкатывал, и в итоге... Как с женщиной приодевал, подкатывал. И получался какой-то симбиоз. И в итоге ты чувствовал себя в этой игре, наверное, даже. В этой женщине. И эта машина становилась личностной для тебя, твоей собственностью. И когда... Очень по-соксистски. В других NFS ты менял эти машины как перчатки. Ты даже не запоминал их названия. И на утренний перезванивал мастеру, механику. Вообще никогда им не перезванивал. Садил с одной на другую, менял их бесконечно. И в этом не было души. Я надеюсь, что в 2015-е в NFS это все вернется, и я снова буду проводить множество часов, потому что это же мать. В долгих отношениях. Я помню... Новый NFS. Я помню, однажды, когда я еще учился в школе, это был, наверное, девятый класс, мне позвонила моя девушка в слезах и сказала, Паш, Паш, там такое. Я говорю, что случилось? Она говорит, папа, зашел в мой мост-ванто, ты переделал мою машину. Я сказал, вот это папа, урод. И вот тогда в игре была душа, потому что машина моей девушки тогда переживалась ей как ее собственная. И вот этого всегда нам не хватало потом в NFS. Как быстро вы расстались? Когда она перекрасила мою машину. Внезапно, внезапно, среди кучи говна инди, мобилок, поделок и всякой фигни, мы увидели некий лучик света. В лесах... Котиктет видел кучу инди-говна на Electronic Arts, скорее между бездушным AAA-говном одним и другим бездушным AAA-говном. Мы увидели лучик света в этом темном царстве в руках этого татуированного, очень стеснительного и волнительного разработчика. Чувак, если ты слушаешь этот подкаст, ты большой молодец. Не стесняйся, не волнуйся. Все хорошо. Ты смотрелся лучше всех этих бездушных уродов на боссов Electronic Arts. Вот серьезно, кстати, это был очень яркий контраст. Если предыдущие спикеры Electronic Arts, они выглядели как реально роботы, посланы выжимать деньги. Как призрак, как злодеи, бездушные. Ни одной морщинки, никакой мимики на лице, как будто им всем закачивали ботокс перед презентацией. На фоне потрясающих людей из Ubisoft, живых, настоящих, Electronic Arts выглядели просто роботами. Да, да, да. И все говорили примерно одно. Да, это новая игра, которую вы непременно очень полюбите. Да, и мы, например, выудим из вас еще больше денег на дилси. Да, пьяненько, да. И тут среди этих машин появляется первый человек с живыми эмоциями, показывающий нам замечательной милости. Невероятно уси-пуси-пупу-пупу. Это просто ведро щенят с котятами в перемешку. Игру Unravel про такого миленького котенка подобною... Про такую миленького котенка подобною вязаную игрушку, которая путешествует по этому огромному миру. И оставляет за собой ниточку. Ниточку от моего сердца к ее сердцу. Самый, самый милый в истории видеоигр босс. Это морская свинка, которая выглядит просто ужасно на фоне всей этой котеночкой вязаной милоты. И я, пересматривая трейлер, поймал себя на мысли, что она действительно выглядит жутко. Ты действительно переживаешь за этот маленький клубок шерсти. И знаешь, в этой игре, мне кажется, можно будет очень хорошо прочувствовать всю огромность этого мира, который мы не замечаем. Да. Я буду болеть, переживать, гонять этого котеночка по экрану, умиляться и мучить сюкать. После этого потом очень-очень долго. Это рейвл я прям жду. Меня беспокоит только одно. То есть, если котенок оставляет за собой нить, то выходит, в какой-то момент котенок может размотаться весь. И это, честно говоря, волнует меня гораздо больше, чем судьба человечества в новой масс-эффект. Знаешь, если этот котенок размотает нить целиком, то он будет частью этого мира. То он промотал свою жизнь. Зря. Примерно так звучали игроки, которые просили новую игру по Саус Парку. И Юбисофт наконец-то услышала их. И дала им то, чего они заслуживают. Вернее, нам. Потому что я был один из тех, кто ждал это чудо Метта Стоуна и Трея Паркера. Вопрос о том, что же мы заслуживали, мы узнаем только после того, как поиграем в эту игру. Хотя я, по-моему, о себе на мысли в том, что я дичайший фанат Саус Парка, и мне не так важен геймплей в этой игре, как отсылки, персонажи, юмор, места из игры, в которых я побываю, какие-то события, и все вот это меня волнует намного больше даже, чем геймплей. Хотя в первой игре он был потрясающим и очень интересным. Но все-таки мир, лор и вот это вот ощущение нахождения в серии, это для меня намного важнее геймплея. Я жду эту игру вне зависимости от того, как она будет выглядеть, как она будет играться, сколько там будет квестов, будет ли это ММО, фри-то-плейка, ферма, все что угодно, лишь бы персонажи, отсылки и ощущения нахождения меня в этом мире. Я подпишусь под всеми твоими словами, Паша, но добавлю ложку дегтя в твой бассейн меда. К сожалению, над новой частью будет трудиться не Obsidian, а Ubisoft и Сан-Франциско. Новая студия, которую до этого разработала Rocksmith, Rocksmith 2014 и Smurfity 2. Игра, которая набрала 42 балла на Metacritic. Она жутко унылая, она невероятно скучная, просто плохая. Она осмурфенная. Пошел на осмурф. Ладно, слушай, но эта студия сделала две из трех игр, которые они делали, шикарные, в которые я играю последние полгода, не отрываясь. Единственное, что заставляет мое сердце биться чаще, что Мэтт Стоун и Трей Паркер все-таки остаются и будут все так же отвечать за шутки, а это значит, что, возможно, и в новом сезоне South Park будут также подводить в течение сезона именно к новой игре Fractured But Whole. Еще с первых кадров cinematic трейлера For Honor я понял, что это за игра, и я понял, что я, наверное, очень ее жду. Ubisoft анонсировали новый тайтл, новый, никогда невидимый, неслышимый, со средневековыми мультиплеерными боями, которые выглядят на порядок выше, чем любые их конкуренты. Я даже пробовал играть в War of Roses и Chivalry. Это было увлекательно, но не настолько, чтобы я остался там надолго. И я ждал, я ждал игру в этом сеттинге от кого-то очень богатого и именитого, кто сделает это красиво и как надо. Вот как, к примеру, Apple пришли на рынок умных часов и такие, вот так вот надо было делать сразу, по-нормальному, со смартфонами своими, с планшетами. Вот так же, мне кажется, Ubisoft, ну, я надеюсь, выступит с For Honor. Конечно, геймплейный трейлер уже показал одну интересную особенность, которую я не очень помню в подобных играх. 4 на 4, но куча ботов, куча намного более хорошо прорисованных ботов, куча намного более интересных ботов. Которые создают массовку. Да, их можно порубить. Во-первых, это будет уже не так трудно, как рубить противников живых. Во-вторых, действительно, когда бьются два война, ты видишь на заднем фоне, что происходит реально какая-то битва. Потому что в Чиволаре, например, это смотрелось как школьная потасовка. Огромный замок, красивый замок, мощные стены. Это средневековые, бегают 8 человек туда-сюда, как будто какие-то дебилы, как будто они играются. А здесь это реально выглядит как битва. Как будто настоящий, может быть, кусочек Total War. Очень интересно выглядит скрещивание эпох. Совершенно дикое, где средневековый самурай дерется со средневековым рыцарем. И это смотрится потрясающе. Наконец-то можно узнать, кто круче, рыцари или ниндзя. То я игру жду. К сожалению, у меня нет такой хорошей консолечки, чтобы я попробовал бету. Иванов не хочет привезти PS4, чтобы мы это все постримили. Но я жду эту игру на своем богомерзком ПК. И очень надеюсь, что в этот раз этот жанр мне зайдет. Да. Ну, а я заметил то, что Ubisoft в очередной раз берут какую-то строго нишевую идею и пытаются ее популяризовать. Даже если мы вспомним... Вспомним хотя бы Rainbow Siege, который вот выходит, потому что... А, Rainbow Six Siege. Да. Который... Который точно такой же. То есть, идея же не самая популярная. Я уверен, что Ubisoft не ждет огромных продаж от этой игры. Ну, я уверен, что они их и не получат, да. Да, потому что Siege, она слишком завязана на тесном кооперативном взаимодействии. И в этом есть огромная ее проблема. Мне кажется, ее уместно сравнить с Evolve. В чем самая главная проблема Evolve вот лично для меня? Я наиграл в нее часов, наверное, 25. Это довольно немало. Довольно сейчас немало для меня, но... Ну, ты же там просто бегал и стрелял, Паша. Да. В думе. Это было очень увлекательно. Мы с моим другом Петей прочувствовали охоту. То есть, реально, в какие-то моменты это было просто... Мы выслеживали, мы бегали. Но один огромный минус. Самая большая трудность, мне кажется, в случае с Evolve и с Rainbow Six, это не победить, не играть, не запустить, не скрести денег, а убедить своих друзей ее купить, чтобы играть вместе. Потому что играть в Evolve с чуваками с улицы, по объявлению набранными, мне не очень нравится. Они ведут себя тупо. Мне не хочется с ними общаться. Они какие-то мерзкие. Они постоянно несут какую-то фигню. А хочется скооперироваться, играть с друзьями. В Evolve я убедил играть только одного своего друга, и все. Поэтому до конца вот эту охоту по нормальному четырех я не прочувствовал. Я думаю, что с Rainbow Six будет та же самая проблема. Какой бы игрой она ни вышла, в нее будет очень-очень-очень трудно затянуть друзей. От разработчиков, игравших в ограбление GTA V. Ghost Recon Wildlands. Я обязательно буду в это играть, потому что это то, чего мне очень-очень-очень не хватает. Я обожаю кооперативный шутер. Я обожаю кооперативно-тактический шутер, где можно много взаимодействовать. Паша, если ты определяешь эту игру как игру, вдохновленную ограблениями в GTA V, почему бы тебе просто не перепроходить ограбление в GTA V? Разве это нелогичнее? Мне кажется, что эта игра будет намного больше. И знаешь, в чем проблема мультиплеера GTA V лично для меня? В том, что, когда мы собираемся там с друзьями, мы очень долго ездим по городу и ждем, когда нам упадет какое-то нормальное задание, а не дебильные гонки, перестрелки, что-то в этом роде. И игра похожая, настоящая, в основном, я надеюсь, из заданий больших интересов, где можно будет в любой момент его найти. И не ждать, пока тебе кто-то там позвонит и куда-то позовет. Такая игра будет для меня намного более насыщена, и вечер будет проводиться намного более приятно. Это не одно и то же, что и GTA V Online, само собой, но это похоже на некую ее часть, которая мне дико нравится. На эту игру я точно уговорю нескольких своих друзей, скорее всего даже троих, потому что это будет довольно легко. И нам всем очень нравится кооператив в последнем спринтер-целе, и эта игра чертовски на нее похожа, но на четверых. Так что я думаю, это будет простой задачей, и надеюсь, получится очень увлекательным. Вкратце, это игра про четырех ребят, которые очень-очень любят кокаин и пытаются захватить его всякими способами и убивают чувака в белой шляпе, потому что они ненавидят белые шляпы очень сильно. Так что убивают его за один трейлер три раза. И каждый раз разными способами. Пока что это выглядит чуть ли не как самый масштабный проект Ubisoft, потому что мы побываем и в Южной Африке, и в Европе, и еще много где. Но мы не знаем, насколько огромными будут все эти карты. Это может быть просто по одному городу на каждый материк, но в целом, в целом, судя по пейзажам, там будут довольно внушительные открытые пространства. Да, и много заданий. Нам показывали карту с разными квестами, которые, я уверен, можно будет подписаться запросто. Но я не уверен в самой Ubisoft. Как мы уже говорили с тобой, Паша, что репутация компании немного подмочена, и я опасаюсь, что Wildlands также попадет под нож. То есть из нее выражат много крутых фишек, и то, что мы сейчас видим, это такой идеальный прототип, игра мечты, которую хотела бы сделать Ubisoft, но не факт, что еще получится. Потому что ты помнишь, как все восхищались трейлерами Watch Dogs, и что в итоге мы получили. Как все восхищались Assassin's Creed Unity, и что мы в итоге получили. Как мы восхищались любым проектом Ubisoft, и что мы в итоге получили. Это спорный вопрос, потому что мне понравился Watch Dogs, и мне понравились многие проекты Ubisoft, и все-таки я надеюсь, я очень надеюсь, что это не будет слишком непосильной задачей для Ubisoft, ну, что ж, время покажет. Но надежды, надежды я на это возлагаю. Просто! Сделай это! Просто! Возьми! Сделай! Хорошо, Шая, мы анонсировали Last Guardian, только просто выведите его кто-нибудь из офиса, наконец. Вот так вот они и анонсировали Last Guardian. Сколько мы шутили, сколько прикалывались на то, что ха-ха-ха, Last Guardian сейчас покажут, конечно. Да, в итоге дураками оказались. Кто, Максим? Мы с тобой. Спасибо, Соня. Я до первые минуты, я даже не верил, что это Last Guardian. Вернее, как, Паша сказал, что это Last Guardian, но мой мозг отказался в это верить, потому что это могло оказаться чем угодно. Сном собаки, моим собственным сном. Игрой про миньонов, да? Каким? Еще одной игрой про миньонов. Может быть, даже Battle Tots'ом, да? Ха-ха-ха-ха! Не смешно! Не анонсировали Battle Tots, зато показали миньонов. Не важно. Возвращаемся к теме. Что поначалу я даже думал, что это какой-то новый трейлер Rhyme, который нам показывали на прошлой Е3 или Gamescom, я уже точно не помню. Просто стадия отрицания. Потом пошла стадия принятия. Неужели это тот самый Last Guardian, которым нас почивали в течение многих-многих лет, о котором ходило столько слухов, и в который уже все перестали верить? Но, как и любой Иисус в любом фильме, на религиозную тему, в момент, когда ты перестаешь верить, когда ты отрекаешься от Господа, когда ты становишься безбожником и богохульником, тебе протягивают руку кто? Sony. И показывают тебе Last Guardian. Да-да-да. Но, на самом деле, у меня есть вопросы. В интернете очень часто Last Guardian ставят в один ряд с Half-Life 3 и с Mafia 3. По ожидаемости, что... И Stalker 2. И Stalker 2. Но, если Half-Life 1 и 2, мы знаем. Мафию 1 и 2, мы знаем. Про Last Guardian известно довольно мало. То есть люди ждут эту игру, потому что, да, она выглядит потрясающе. Она обещает какую-то сказку. Она обещает удивительную, необычную историю, которую можно сравнить, наверное, с бесконечной легендой. С Айко и Shadow of Colossus, а также Brothers and Tales of the Suns. Потому что я уверен, что эмоциональная связь между главным героем и его псом будет очень близка по атмосфере и настроению к тому, что мы видели в Брате. И это же все догадки. А вдруг она как-то говно. Просто вот говно, прикинь? Прикинь, вот если она выходит, и она говно. Как было уже, кстати, с Дюком Ньютимом Форево. Которого доделывали совершенно другие люди. Гейрбокс, та же самая. И это наиболее вероятный вариант, потому что Сюхей Ильсида проронил в интервью, что на самом-то деле серьезно заниматься игрой они стали лишь в прошлом году. И процесс переноса материалов с PlayStation 3 на PlayStation 4 был достаточно непрост. И по сути-то разработка началась еще в том году. Поэтому 100% уверенности в том, что игра реально выйдет в 2016 году, у нас нет. Мы можем их на следующем Е3 увидеть в трейлере. Так, ребят, мы, конечно, заявляли на 2016 что-то, но, понимаете, такие дела... 2017? А ведь никто же не говорил, что это будет наша эра. Может быть, это будет следующая эра. Динозавра. Именно. И еще не факт, что мы увидим эту игру в 2016 или в 2017, или хотя бы на PlayStation 4. То, что нам ее показали, дали взглянуть, показали, ну, сколько, наверное, минут 5-7 геймплейного видео, это еще ничего не значит. Ее еще могут отменить 100 раз раньше. Half-Life 3 может выйти раньше Last Guardian. Еще ничего не потеряно. Так что, друзья, у меня к вам просто совет. Немного добавить скепсиса в весь этот хайп, и потому что можно очень сильно обжечься, летя как бабочка на этот огонь. Как пес, который верно следует за своим хозяином в Last Guardian. А хозяин окажется мудаком, и его предаст. Прикольно щелкать языком. Итак, кажется, Sony услышала мои мольбы, но хотя, ясное дело, эта игра находится в разработке намного дольше, чем мы записываем подкаст, но она угадала. Я смогу дико навалять динозавром, если куплю PlayStation 4. Мы увидели потрясающей красоты, необычная Horizon Zero Dawn. Игра очень-очень-очень интригует... Хотя бы своим сеттингом. Хотя бы своим сеттингом, потому что внезапно постапокалипсис, ну да, конечно, постапокалипсис, как везде, разрушенные города, Но они тут-то было. Да, внезапно человечество возвращается в шкуры животных, возвращается к какому-то первобытному стоянию. Казалось бы, вдруг главная игрока трейлера сталкивается со стаей роботов, мирно пасущихся на поле. Причем, больше всего меня удивило то, насколько подробно и убедительно эти роботы симулируют жизнь. Да-да-да. Ты же видел, что они щипали траву, у них был стадный инстинкт. Они испугались и убежали. Когда их что-то напугало, да-да-да, они начали все вместе бежать. То есть сначала мне показалось, что может быть это какой-то суперискусный интеллект, который загнался по животным и решил уничтожать людей такими животноподобными роботами, но я понял, что все как-то не так просто. Более того, ты заметил, что видимо они питались. И вот эти зеленые штуки, прикрепленные к их хребтам, которые начала расстреливать главной героиня, судя по тому, что мы видели, она вышла на охоту и попадая в эти зеленые штуки, прикрепленные к их спинам, она видимо таким образом убивала этих животных. Но так как ели они траву, вполне нормальную траву, которая росла в природе, видимо они так или иначе перерабатывали в эту зеленую жидкость, содержащуюся в этих баночках, и если банки лопнуть, то вероятной энергии у этого робота больше не остается, и он умирает. Правда я не вижу, в чем смысл убивать такого робота, потому что... Она пыталась добить... Мясо ты от него не добьешься, но возможно она хотела... Видимо добыть это из клянки, зачем ты? Может быть не из клянки, а возможно какую-то часть техники, из которой состоял этот робот, может быть. Поэтому игра ужасно интригует, она ставит множество вопросов, что произошло, почему эти роботы, может быть люди... Как они работают? Это интеллект, который решил как-то вернуться к какому-то первобытному виду, к защищать... Я не знаю. Это куча вопросов. Как, почему, почему именно такие роботы? Кто ими управляет? Кто их сделал? Почему люди живут как первобытные? И я очень надеюсь, что все эти вопросы не раскроют ни в одном из трейлеров, анонсов или обзоров и оставят до самой игры. Да, 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 чтобы можно было в это играть и пытаться понять, что произошло в этом мире. Ну, а если я в этом подкасте выступаю, можно сказать так, в роли палача, хотя я, конечно, не ругаю Doom, не падаю так низко, у меня есть некоторые сомнения, что Гьюрилы, которые разрабатывают эту игру, сумеют сделать все как нужно. С одной стороны, конечно, Horizon Zero Dawn находится в разработке около пяти лет, и, возможно, это именно та причина, по которой Killzone Shadow Fall получился такой отстойной и плохой. Но другая причина, которая может подвести Horizon Zero Dawn, это то, что Гьюрила до этого занималась только Killzone. То есть, с самого своего основания они пилили первый Killzone, второй Killzone, а потом третий Killzone, и потом Killzone Shadow Fall. А тут вдруг у них какой-то экшен, возможно, в открытом мире, с такой сложной механикой, необычной, и проработанным миром. Выйдет ли у них это? Ну, я надеюсь, что под такую интересную задумку они найдут ресурсы, силы и способности сделать интересный геймплей. Да, так что... И мне нравится, как начинает это поколение Sony, потому что мы получили уже как минимум одну игру с уникальным сеттингом, это Орден 1886, и в 2016 году мы получим вторую, как раз Horizon Zero Dawn. Так или иначе, это стало одним из главных анонсов выставки. Ну, лично для нас, наверное. Одним из самых неожиданных так точно. Интригующих. Интригующих, поэтому, ну, не ждать ее было бы странно, хотя бы ради того, чтобы узнать, как себя чувствует Гьюрила в неродного поле шутеров. И чтобы, наконец-то, убить всех роботов. I never asked for this. А я очень-очень просил об этом, и Square Enix показали больше геймплея, Deus Ex, ну, очень ожидаемо, может быть, не так много, как хотелось. Максим, ты увидел что-то интересное в этом, необычное что-то. Конечно, я увидел Deus Ex, который я люблю всем сердцем. Это уже любимое, необычное, интересное, которому я готов отдать свои 60 баксов. Мне кажется, тут не стоит вопроса играть или не играть. Конечно, я знаю про то, что Deus Ex получается через один хорошими, и то, что был Deus Ex, потом был Invisible War, потом появился Human Revolution, и некоторые считают, что некое опасное колдунство может превратить Mankind Divided в тыкву, но нет, я думаю, что это не так. Эйда с Монреаль уже сели на своего любимого коня, они поняли, что сделала Human Revolution такой интересной, за что ее полюбили фанаты, и Mankind Divided наверняка можно будет ругать даже за то, что она не стала слишком инновационной по сравнению с другой частью. Но я не вижу в этом особой проблемы, потому что это Deus Ex, мы хотели нового Deus Ex, мы новый Deus Ex получим, а остальное уже только за исполнением, наполнением и желанием Эйда с Монреаль нас удивить, и, не знаю, возможно, не остаться без работы, потому что, я думаю, если и второй Deus Ex выстрелить, то они будут пожизненно сидеть на Deus Ex, и это неплохо. Меня очень расстроила концовка Deus Ex Human Revolution, потому что, как, она закончилась, и все, а я хотел поиграть еще, и, кажется, я поиграю еще, поэтому меня не сильно волнует, как она изменится, это просто будет следующий Deus Ex. Обязательно, обязательно, по-любому. Очередной не новый тайтл, конвейер, задолбали, одно и то же, те же самые вышки, Just Cause 3, который, я даже не знаю, жду или нет, с одной стороны, игра выглядит потрясающе, игра выглядит еще более потрясающе, чем вторая часть. Для тех, кто не в курсе, что такое Just Cause 3, это, когда, летит ядерная ракета, а ты летишь на ней, и перепрыгиваешь с ракеты на ракету, а потом обратно, чтобы их обезвреживать, пока они летят, а ты летишь на них. Потом ты прыгаешь на самолет, цепляешься к нему крюком, выкидываешь пилота из самолета, садишься, и летишь на дирижабль, на котором есть бассейн, чтобы этот дирижабль угнать. Ну, слушай, я утро интереснее провожу. Да-да-да-да. За чашечкой кофе. Вот такая вот скучная, неинтересная, коридорно-шутерная, игра третьего лица. Совсем как дом. Который имел совершенно огромный открытый мир, который я исследовал, по которому я ездил, получал огромное удовольствие. Ты сейчас говоришь про вторую часть. Да, но и вот здесь есть вопрос. Третья часть выглядит лучше. Этим игроком ты можешь связывать до четырех объектов, можешь связать четыре вертолета, и они врежутся друг в друга. Добавили уинг-сьют, на котором можно летать просто потрясающе. Улучшили парашют, из которых можно намного более удобно стрелять. Но у меня, наверное, просто уже нет времени на такие огромные игры. И вряд ли я буду играть в нее долго, хотя очень хотелось бы. Just Cause 3 при этом ломает все устои open-world игр последнего времени. Ну, хотя бы тем, что вышки здесь можно разнести до самого основания. Так надоевший вам в Assassin's Creed. Red Faction Guerrilla Чем я там занимался? Взрывал долбанные мосты. Мне было плевать на димплей, мне было плевать на сюжет. Мне было интересно просто повзрывать все, что я вижу. Эта игра включала во мне внутреннего пиромана. И знаешь, мы очень давно не получали игр с крутой разрушаемостью. Так что эта игра тебя ждет. Я думаю, она тебе очень сильно Пока не разрушу весь остров, не успокоюсь. Итак, друзья, забавная ситуация. Мне очень понравилась одна девочка, а Максиму один мальчик. Что нам делать? Как нам быть? Проблема в том, что девочка, которая понравилась тебе, пацанка. Она стремится быть похожим на мальчика, который нравится... Господи, это плохо звучит. Ладно. Не важно. Мы говорим, конечно, о Ларе Крофт и Uncharted 4. У нас вышел небольшой спор, потому что Лару Крофт, предыдущую, я ненавижу. Я считаю, что это одна из самых безудейных и отвратительных игр последних лет, но Паше она понравилась. Но дилемма в том, что Паша не играл ни в один Uncharted, и все, что он может делать, это воспринимать Лару как нечто оригинальное, классное и интересное. Я не говорю, что Лара Крофт оригинальное, классное и интересное, и сейчас будет признание... То есть она не оригинальная, не классная и не интересная. Я никогда не мог сравнить ее вживую с Uncharted. И я никогда раньше не мог поиграть в Uncharted, и поэтому, играя в Лару Крофт, я отдавал себе очко, что похоже, это такой Uncharted для бедных, несчастных, обладающих Xbox One или PC. Знаешь, не совсем, может быть, это как кола и Pepsi, кому-то нравится что-то одно, кому-то что-то другое, может быть, это как кола и вятский квас, но ничего более близкого к Uncharted, чем Лара Крофт на своем ПК я получить не мог, и я могу просто сказать о своих эмоциях. Я играл в Tomb Raider с интересом. Я запустил, я подумал, ого, как круто, я стал играть, ого, как круто, я прошел, ого, как это было круто. По идее, Лара же создавалась не просто как клон Uncharted, она создавалась как... Да, Uncharted, развернутая с другой стороны, в углового угла которого было поставлено выживание. В итоге это выживание было сведено к трем каким-то раздражающим тебя функциям. Да, выживание они на самом деле просрали. А сюжет? С сюжетом что-то лучше? Я не говорю, что сюжет хороший, но я могу сказать, что меня он и заинтересовал. И, в принципе, этого для игры достаточно. Я проходил, ну, а что же будет дальше? Мне было интересно ее пройти. Мне было интересно путешествовать по этому острову, изучать этот мир. В чем-то мне это напоминало даже Lost, как будто бы я один, может быть, из героев сериала в какой-то степени. Это было... Беснушка. Это было красиво, интересно, и, конечно же, я очень полюбил эти кат-сцены. Ее падение в этом самолете, как она кайцкого-то обрыва, какой-то водопад. Это были очень переживательные моменты. Я до сих пор помню, как она забиралась на вышку, чтобы отправить кому-то там сигнал. Чуть не сорвалась с нее. У меня, наверное, на секундочку у меня остановило сердце в этот момент. И это все держало меня в очень большом напряжении. Не знаю, может быть, может быть, если бы я играл в Uncharted до Лары Крофт, может быть, мне... Я испытывал бы те же самые чувства. Но, знаешь, меня мама воспитывала рыцарем. У меня есть такая особенность. Я обожаю помогать прекрасным дамам в беде. И за Лару я переживал о том, что это была прекрасная дама. Я чувствовал ответственность перед ней. Я чувствовал, что я должен вытащить ее из всего этого дерьма. И, может быть, поэтому я очень хотел пройти эту игру. Но я обязательно в эту окуну, чтобы спасти эту детку еще раз. В итоге, что ты думаешь о новой Лары Крофт, геймплей, который показали на этой 3? Я очень-очень жду ее на ПК. Ведь это же временный эксклюзив, я правильно понимаю. Ну, пока никто точных ответов не дает. Но, судя по всему, да. Мы очень-очень на это надеемся и ждем, потому что, конечно, ради этого не стоит брать Xbox One. Но я буду ждать ее на том же самом месте, на моем винчестере и в моем сердце. Ну, а Uncharted 4 это именно та игра, ради которой я бы взял PlayStation. Uncharted, его бесполезно описывать. Это нужно видеть просто неполенительно, зайти на YouTube, посмотреть первое 20-минутное или 15-минутное видео с PlayStation Experience и вот этот новый геймплейный трейлер. Это все, что вам нужно знать об Uncharted. Реально, очень сложно передать, почему эта игра кажется настолько современной, хотя она всего лишь развивает идеи предыдущих Uncharted-ов. Но делает Naughty Dog это на таком уровне, что веришь, что A Thief's End станет высшей точкой развития индустрии на ближайшие годы. И, возможно, не в плане сюжета, но в плане геймплея, отношения к геймдизайну, опять же, насколько круто впитается эта механика. В общем, у Максима нет слов, одни эмоции. И салфетки использованные. Потому что тебе очень нравится, Дрейк. Конечно, это была жуткая, тяжелая неделя, но невероятно насыщенная на события. Если бы всего сказанного нами вам было мало, посмотрите трансляции Е3 с нашими комментариями. Вроде как было интересно. И почитайте наши статьи на Канобу. Мы много писали о Е3 и как могли освещали эту выставку. Нам остается только попрощаться. Вы слушали восьмой выпуск подкаста Не занесли. С вами был Максим Иванов и Паша Пиваров. Это я. До следующей недели. Пока. Покажи. Очень простое упражнение. Если ты не можешь справиться с этим текстом, смотри. Переформулировать, да. Корабли лоббировали, 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 да не были анонсированы.